Во-первых, я хочу вам сказать, существует такое понятие, как видение церкви. И каждый человек, он должен быть в видении церкви. В этом и есть наше послушание и подчинение Господу. И на сегодняшний день Бог, Он показывает мне, каким образом духовный рост Он хочет видеть в нашей церкви. Десятая глава Луки говорит, «После сего избрал Господь и других семьдесят учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти». И вы знаете, что для нас, мы знаем, что для того, чтобы был духовный рост, нам обязательно нужны триады. То есть нам нужны ячейки, но если есть домашняя группа и в ней нет структуры, то домашняя группа не может расти и умножаться. Поэтому структура домашней группы – это триада, это три человека. Скажи со мной, три человека. Теперь послушайте. Когда мы говорим о триадах, мы должны понять. Это написано в первом послании Иоанна во второй главе. И там говорится, что «Пишу вам, дети, потому что прощены грехи вам». Я сегодня, может, зачитаю вам это место. «Пишу вам, юноша, потому что вы победили лукавого». «Пишу вам, отцы, потому что вы познали Бога безначального». И вот послушайте. В триаде, мы говорим, есть три человека. Это отец. Кто второй? Скажи громко. Юноша. И третий? Младенец. И вот смотрите, когда мы создаем триаду в ячейке, вот просто есть ячейка, и мы создали триаду, мы на самом деле еще ничего не поменяли по одной причине. Потому что мы создали триаду искусственно. Но Бог мне показал, что триада должна быть рождена. И чтобы она была рождена, Бог мне указал это в Библии. Иисус посылал по два. То есть, Бог показал, что должно быть два человека, отец и юноша. Образно говоря, церковь должна разделиться на два, на две части, по два человека. И один должен быть сильный, другой более слабый. Но эти два, они вместе должны идти проповедовать, вместе молиться, чтобы родить младенца. И когда эти двое рождают младенца, эта триада рожденная, а не сотворенная. Кто-то меня сегодня понял, о чем я говорю? Понимаете, мы не можем духовно расти, а ведь это самое главное, если мы не имеем близкого контакта в изучении Библии. Когда мы изучаем Библию вот так, как сейчас происходит, когда я стою здесь и я учу вас, смотрите, что происходит. Вы не можете задать мне вопрос, потому что, если каждый задаст вопрос, это будет невозможным ответить. Но в триаде получается вот что. В триаде мы можем вместе изучать Слово Божье. Мы можем видеть проблемы друг друга. И мы можем послужить друг другу. Духовный рост для Бога самый важный. Вы знаете, сегодня, когда ты смотришь на маленького ребенка, как важно, чтобы он хорошо развивался, чтобы он не болел. У кого из вас есть или были маленькие дети? Поднимите свою руку. И вот вы знаете, когда они были маленькие, скажите, как это вообще было плохо, если ребенок заболел? Так я говорю или нет? Для нас было важно, чтобы он был здоровеньким, чтобы он был крепеньким, чтобы он хорошо развивался. И когда ребенок болеет, это так ужасно, это так страшно. Вы знаете, бывает, родители смотрят на детей, как один сказал пастор, да, говорит, когда ребенку моему, говорит, на ухе надо было делать операцию, говорит, я, говорит, думал, ну, Господи, ну, лучше пусть мне бы сделали эту операцию, сделай чудо, чтобы только не ему, а мне. И знаешь, вот так вот, любовь к детям. И вот Бог, Он настолько любит новообращенных, Он настолько любит людей, вот, которые рождаются, Он настолько о них заботится. И представляете, Он в наши руки вверяет их здоровье, духовное здоровье. Он доверяет нам и говорит, позаботься о них, позаботься об этом младенце, чтобы он рос, чтобы он не болел, чтобы он был защищен. И в самом деле, маленький ребенок, он не может победить дьявола. Написано, знаете, в Библии говорится, дети, прощены вам грехи. А потом говорится, юноши, вы победили лукавого. И вот вы знаете, о чем я думал сегодня? О том, что дети, они не могут победить лукавого. Дети, они не могут сражаться с дьяволом. Новообращенный человек, младенец, который рождается, он не может сам победить дьявола. Вот, если вы со мной согласны, вы скажете аминь на это, да? Ведь он не может. Ведь он младенец. И младенец, он не может ничего. Он даже покормить себя сам не может. Ему нужно, чтобы кто-то его покормил. Ему нужно, чтобы кто-то его защитил. И вот представляете, что происходит? Что духовно все точно так. И нам нужно сейчас понять это. Что духовно ничего не меняется. Как в физическом мире, так и в духовном. Каждый младенец, он не может накормить себя сам. Поэтому ему нужен кто-то, кто будет его кормить. Ему нужен кто-то, кто защитит его от лукавого, от дьявола. И когда мы берем и начинаем это делать, мы обеспечиваем рост. Мы обеспечиваем жизнь и защиту. И знаете что? Бог, он дает рост тому, кто заботится о младенцах. То есть, когда кто-то растет через тебя, ты растешь сам. Вы замечали, что когда вы о ком-то молились, когда бремя Духа Святого было в вашем сердце, и вы ходатайствовали о ком-то, вы кому-то проповедовали, вы кого-то вот так вот берегли, взращивали. Вы скажите, вы заметили, что в это время вы сами росли? И вас самих Бог благословлял. И вот я понял, что благословение на церкви будет тогда, когда церковь начнет рождать и заботиться. Когда церковь начнет рождать и заботиться. И вот в триаде как раз это и происходит. Поэтому в ближайшее время, друзья, мы будем буквально вот в церкви делать этот момент, когда каждый будет находить себе партнера, то есть второго человека, отцы и юноши. И мы вместе будем иметь одну цель. Сколько человек, который приходит в церковь, вот он родился свыше, сколько он младенец? Три месяца. Три месяца. От трех до шести. Но мы говорим три месяца. И через три месяца он уже не младенец. Он уже кто? Юноша. И когда он юноша, он уже с кем-то другим, с отцом, вместе уже заботятся о ком? О младенце. Вы представляете? И когда это происходит, вдумайтесь, они уже заботятся о младенце. И проходит еще три месяца. И уже юноша, он становится кем? Отцом. И он находит, не находит, а тот, кто был у него младенцем, становится юношей. И они вместе уже рождают следующего, младенца. И таким образом есть духовный рост. Ты скажешь, духовный рост, насколько он важен? Как это понять? Дорогие друзья, вы не представляете. Духовный рост, твой личный, определяет, на каком уровне благословения вообще ты будешь жить на этой земле. Это правда. Это правда. И вы знаете, вот все эгоисты, знаете, вот эгоисты, они так устроены, они приходят в церковь, и они не меняются. Но, когда мы приходим в церковь, самое первое, что в нас должно измениться, это мы должны из эгоистов стать жертвенными людьми. Мы должны заботиться о ком-то. Кто-то аминь скажет на это? Мне хочется, чтобы вы сегодня понимали меня, а также все телезрители. Если мы приходим в церковь, и мы остаемся такими же эгоистами, как мы были в мире, то на самом деле ничего не изменилось. Мы весь, весь свой грех перенесли в церковь. И знаете, вот для нас важно изменить свои позиции. Я вспомнил сегодня один, знаете, такую одну притчу, когда одна семья, им было уже по 60 лет, и муж и жена, они праздновали свое 40-летие, свои свадьбы, совместной жизни. И они сидели за столом, и знаешь, они были такие счастливые, они были такие радостные, что вот 40 лет они пробыли вместе. И вдруг пришел ангел Божий к ним, и ангел Божий подошел к ним, прямо явился Божий ангел, и говорит, вот у вас 40-летие, я хочу что-то сделать, вот выполнить ваше желание. И говорит к жене, вот какое у тебя желание? Она говорит, у меня, говорит, у меня желание, чтобы у нас вот путевки были, и чтобы мы вместе с мужем могли поехать, поехать вот куда-то вместе, попутешествовать. мы никогда этого не делали. Ангел в ладоши только хлоп, раз и путевки на столе лежат. Вау! И он обращается к мужу и говорит, слушай, а ты что бы ты хотел? Он говорит, я хотел бы, чтобы моя жена была моложе меня на 30 лет. Ангел в ладоши только хлоп, и ему 90. И вы знаете, вот в жизни все люди, которые ищут своего, они уже поражены. Запомните, в каждой мысли, в которой есть зерно эгоизма, уже скрыто полноценное поражение. Поэтому, когда мы в церкви, мы должны заботиться от других, и тогда мы будем иметь большой успех. И все на это скажут громкое Аминь. Аллилуйя! Итак, 2 глава 1 Иоанна. Я зачитаю вам это место. 13 стих. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас. И вы победили лукавого. И 12 стих. Пишу вам, дети, потому что прощены грехи ради имени Его. И вот я вам хочу сказать, друзья, насколько важно для нас сегодня понимать, что Бог нас призывает в свое видение. Ты можешь соседу сказать, Бог нас призывает? скажи другому соседу, Бог нас призывает. И в самом деле, вы знаете, настолько важно для нас сегодня это понять, что Бог нас призывает, и мы все должны быть в видении. И я хочу с 18 главы Матфея зачитать вам место. 19 стих. Говорится, истинно так же говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Если двое согласятся, я вам хочу сказать, приходит время в нашу церковь, когда Бог хочет исполнить это слово. Когда Он хочет, чтобы было двое, которые согласятся, скажи согласятся. Вы знаете, согласиться это очень важно, чтобы двое согласились, и чтобы они согласились в том, чтобы принести плод Богу, чтобы в этой триаде был рожденный младенец. И у меня был случай когда-то, вы знаете, я был в спортзале, и со мной было моих два друга, помощника, и они мне помогали, знаете, как бывает, они такие ребята, молодцы. И они мне подавали штангу, и я лежу на лавочке, они мне подают штангу, и они мне подают штангу, и знаете, вот как будто неравномерно ее опускают. То один раньше, другой позже, а штанга такая, тяжелый вес такой, и я раз, так, ну вот, чуть не упала эта штанга, я сделал это упражнение, встал, говорю, ну вы что, говорю, дети, я говорю, или что, вы что не можете вместе, в согласии, взять вместе, отпустить эту штангу, ну почему по очереди, на одну руку, на другую, ну так же нельзя, я им все это объяснил, ложусь опять, подход второй, они опять, только раз, и то же самое, и опять все точно так, на ту же руку, я помню, встал, расстроился так, и так было третий раз, представьте себе, потом я смотрю, они ходят, шепчутся там, и они такие, пастор, мы хотим тебе сказать, ты прости, просто мы вес разный повесили, и мы не заметили, и потом, когда ты уже делал третий раз, мы увидели, что тут на 10 килограмм больше, чем тут, говорят, отпускали мы вместе, знаете, вот бывает, когда люди, они в чем-то не согласны, они делают, что-то неправильно, но, когда мы соглашаемся вместе, и когда, представьте, вся церковь, все приходят в согласие, когда все наши церкви, по всему миру, они все приходят в согласие, вы представляете, что это будет, на согласие написано, приходит Бог, и дает, чего бы мы не попросили, на этой земле, давайте дадим ему славу за это, и это большое счастье, это большая радость, чтобы мы все согласились, и Писание говорит, посмотрите, у Екклесиаста говорится, 4 глава, 9 стих, двоим лучше, нежели одному, скажи аминь, потому что у них есть доброе вознаграждение, в труде их, ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего, но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его, вот сила церкви, друзья, я вот когда сегодня утром читал, это место Писания, я как будто бы прозрел, я увидел и понял, что это и есть причина, почему бывают люди в церкви, они падают духовно, скажите, а вы сейчас увидели этот момент? Говорится, что горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его, то есть получается, что когда в церкви ты один, и ты не в триаде, то сегодня у тебя может в жизни быть все нормально, никаких проблем, но проходит время, и знаете, приходят злые дни, приходят трудности, бесы восстают, или ты ослабел, или ты устал, но если ты один, когда ты падаешь внутри, у тебя рядом нет человека, который тебя бы мог, что? Поднять, то есть у тебя нет этого человека, и дьявол, он бьет всех, кто является одиночкой, дьявол бьет всех, кто сегодня является одиночкой, и вот сегодня нам Бог как будто бы открывает глаза, и дает нам такое мощное стратегическое откровение, что мы с вами можем иметь гарантию все того, что мы не отпадем от Бога, что мы не упадем, что мы дойдем до конца с Богом, в свой жизненный путь, и попадем на небеса. Слушай, я хочу дать аплодисменты Господу сейчас. Халлелуя! И вы знаете, это не просто сегодня слово для того, чтобы ты послушал, и просто оценил его. Есть, слушайте, есть проповеди, которые, когда ты слушаешь, они, знаешь, они просто вдохновляют тебя, они тебя где-то корректируют, где-то направляют, а бывает Бог, Он дает слово, и это слово, которому ты должен подчиниться и стать под это слово и исполнить его. Когда Бог говорил слово Самуилу, Он ему сказал стратегическое откровение. Он говорит, послушайте, Он сказал Саулу через Самуила, и Он говорит, пойди к Амалику, и говорит, истреби всех. И Он говорил, истреби всех, а говорит, и женщин, и детей, и всех животных, все истреби. Но Саул, он это слово воспринял, как будто бы это слово вдохновения и предложения Божьего. И он пошел, и представляете себе, он оставил животных, он оставил царя живым, и Бог его отверг, и написано, Дух Святой от него отошел. Я знаю всегда, друзья, что Дух Святой пребывает на тех людях, которые выполняют Божьи задания. И я говорю это сейчас вполне серьезно. Я знаю, что когда я молюсь, я каждый день переживаю присутствие Святого Духа. Я разговариваю с Ним. Когда я выхожу на сцену, каждое собрание, я говорю, Дух Святой, пожалуйста, коснись кого-то, коснись больных, наполни этот зал. И люди переживают Божье присутствие, исцеление от тяжелых заболеваний. И я хочу вам сейчас кое-что сказать и объявить, что одна из важных причин и моментов, почему так происходит. Послушайте, как сказал однажды апостол Петр в третьей книге главе Деяния, когда люди окружили его, когда исцелился больной. И он говорит, не своей силой и не своим благочестием сделали мы это. То есть Бог движется сегодня не из-за того, что может быть я какой-то очень супер там праведный и благочестивый человек. Нет. Может какой-то способный, интеллектуальный. Нет. Может я учился в каких-то особенных заведениях библейских. Нет. Послушайте, я хочу, чтобы вы услышали эту причину. Причина, потому что когда Бог дает мне задание, я всегда выполняю его. Чего бы мне это не стоило, и бывали такие задания, в которых я реально умирал. Моя душа была распята там. Но я доводил всегда все до конца. И я хочу сказать, что Дух Святой пребывает с теми людьми, которые выполняют Божье задание. И Саул, он в тот момент, он воспринял Божье Слово как вдохновляющую проповедь, над которой можно просто, знаешь, послушать ее и забыть. Но сегодня, друзья, не вдохновляющая проповедь, сегодня идет Слово Божье для тебя, как задание, чтобы ты исполнил его в полной мере. Амэн. И это то, что ждет от тебя Бог. Это факт. Дай Богу славу. Аллилуйя. Мы должны понимать, знаете, что многие люди, они не находятся в видении Божьем, они не находятся в Божьем проекте. И из-за того, что они в нем не находятся, они попадают в огромные проблемы. Эти проблемы, они, знаете, они просто лишают их того будущего, которое Бог для них спланировал. И все. Вот есть люди, живут, у них нет будущего. И я сегодня говорю даже о верующих людях. Но у тебя есть будущее, потому что ты сегодня слышишь и ты исполнишь. Амэн. Последняя мысль, девятнадцатая глава Бытие. Вы должны знать, что Божье видение для церкви очень важно. Я вам зачитаю с двенадцатого стиха. Сказали ему, жители Лоту, ангелы пришли к Лоту и сказали ему, кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? И кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из всего места. Ибо мы истребим сие места, потому что великий вопль на жителей Господу. На жителей его Господа. И Господь послал нас истребить его. И вы знаете, что это был Содом и Гамора. Четырнадцатый стих, почитайте. И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его. И сказал, встаньте, выйдите из всего места, ибо Господь истребит сей город. Но за зятьям его показалось, что он шутит. Посмотрите, зятьям показалось, что он шутит. И в самом деле, знаете, бывает проповедник стоит и говорит какие-то слова. И говорит, послушайте, сейчас Бог говорит в нашу церковь, сейчас Бог говорит в нашу жизнь. Это так важно для нашей страны, это так важно для СНГ, это так важно для Европы, это так важно для людей. Мы должны разрушить этот коммунизм, этого беса, этого атеизма и все остальное. Мы должны построить церковь Божью так, чтобы на небесах получить награду. И знаешь, кому-то кажется, что проповедник шутит. И здесь говорится дальше, 24 стих, и пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба и не спроверг города сии и всю окрестность сию и всех жителей и городов сих и все произрастения земли. То есть Бог все уничтожил. И посмотрите, Он сказал там раньше пишется, что жене Лота и всем Он сказал, не поворачивайтесь. 26 стих, жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. И вот вы знаете, друзья, в самом деле, что происходит в нашей жизни, когда мы не слушаемся Господа, мы реально становимся, как жена Лота, мы духовно становимся соляным столпом, мы духовно становимся мертвыми, и мы не входим в то призвание, которое нам дает Бог. Сегодня нам открыта дверь, и я благодарю моего Бога за то, что Он вообще дал нам это откровение, я благодарю Его за то, что Он избрал тебя и меня. Мне хочется прочитать тебе из книги Исаии, 49 главы, эти слова, и я знаю, друзья, что эти слова это слово к нашей церкви, сегодня оно становится как рема, знаете, бывает Бог говорит в жизнь человека, бывает Бог говорит в жизнь церкви, 17 стих, «Сыновья твои поспешат к тебе, а разорители и опустошители твои уйдут от тебя, возведи очи твои и посмотри вокруг, все они собираются, идут к тебе, живу я, говорит Господь, всеми ими ты обличешься как убранством и нарядишься ими как невеста, ибо развалины твои, пустыни твои и разоренная земля твоя будут теперь слишком тесны для жителей и поглощавшие тебя, удаляться от тебя, дети, которые будут у тебя после потери прежних, будут говорить вслух тебе, тесно для меня место, уступи мне, чтобы я мог жить, и ты скажешь в сердце твоем, кто мне родил их, я была бездетна и бесплодна, отведена в плен и удалена, кто же возрастил их, вот я оставалась одинокою, где же они были, так говорит Господь Бог, вот я подниму руку мою к народам и выставлю знамя мою к племенам и принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах и будут цари питателями твоими и царицы их кормилицами твоими, лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих и узнаешь, что я Господь, что надеющиеся на меня не постыдятся. И это то, что мы сегодня принимаем от Бога на нашу церковь, на наше движение, на наше служение. Халлелуя! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ